Приветствую вас и у вашей проблемы. Есть несколько подходов, несколько сторон. Первое из них это то, что вы сами, как пишете, стесняетесь, ну, сближения, да, стесняетесь с того, чтобы сделать первый шаг, боитесь его спугнуть и так далее. Вот понимаете как? Чего именно вы боитесь? Вот спугнуть мужчину резким движением у вас получится вряд ли, потому что это не первое уже свидание, это уже пятое свидание и вы друг друга уже более или менее знаете, вы уже как бы освоились друг с другом на ту тему, которую вот, ну, на том уровне, точнее, на котором вы находитесь сейчас. И, вообще-то говоря, спугивать тут нечего и некого. Это на первом свидании, если бы вы сразу, например, обниматься полезли, да, может быть, еще было бы спугнуть. А на первом свидании как бы ничего страшного не произойдет. И момент начинается в том, что мужчина, вот мужчина, вами действительно сильно дорожит. И если он, естественно, боится проявлять какую-то активность, потому что посчитает, потому что считает, что вы можете воспринять это как как приставание, как какую-то вульгарность и так далее. Сейчас очень сильно этим парни некоторые заморачиваются, потому что многие девушки, ну, вот, с ними просто поднакомиться хочешь, они уже говорят, что он озабоченный, что он там все по своим делам, мягко говоря, да, и так далее. Но мужчина не хочет, чтобы вы подумали о нем так. И из-за этого он держит дистанцию, чтобы вы поняли, что его как бы волнует там не сексуальный подтекст, не еще что-то, а именно вот ему с вами приятно общаться. И он как может, в силу своих возможностей, в силу тех тем, которые ему интересны, он с вами и общаться. Вам в этой ситуации нужно самой спокойно, когда вот он рассказывает вам, например, про войну, да, как вы говорите, вы его возьмите за руку и спокойно скажите, Александр, ну или Саша, успокойтесь, пожалуйста, давай немножко помолчите им, например. Или что-то еще. То есть человеку нужно от вас обратную связь, что он делает все правильно, что он находится на верном пути и что мы, в общем-то, не против того, чтобы, ну, перевести ваши отношения в более близкий, более близкую форму. Вот. Но, понимаете как? У этой позиции, у этого подхода есть и обратная сторона. Когда и если вы будете постоянно делать первый шаг самостоятельно, вот вы сделали один шаг, и если вы будете постоянно это делать, то мужчина, как бы, будет занимать пассивную позицию. И либо он так и привыкнет это делать, либо будет чувствовать себя не до конца реализованным. И чтобы этого избежать, чтобы не было таких вот моментов, вам нужно первый шаг сделать достаточно серьезный, но один. То есть, если угодно, взять его за руку, если угодно, держа его за руку, сказать ему о том, чтобы он не волновался, чтобы он вел себя естественно. Может быть, приобнять его и сказать, что он вам нравится или что-нибудь еще. Это нужно сделать один раз, вот такой жест, такой поступок, чтобы он понял, что вы, как бы, хотите чего-то большего, чем дождь есть сейчас. И если он действительно, как вы говорите, стесняется и не решается, то это для него станет зеленым цветом, и он будет действовать куда более активно. Но если он не будет все равно что-то делать сам, то тогда вам предстоит выбор. Либо вы раз за разом будете его подталкивать к чему-то, и здесь важно соблюдать меру, чтобы не превратить отношение в нечто, что будете строить только вы. Либо вы так и будете ждать и потом расстанетесь с ним из-за его нерешительности. И это послужит ему уроком, чтобы впредь действовать более решительно. Понимаете, нельзя постоянно заставлять человека делать то, что ему вообще, говоря, притис или что ему не нравится. Дальше. Вы пишите, что вы стесняетесь. То есть вот вы хотите сближение душевного, духовного, но у вас этого не происходит. То есть вы сами не решаетесь что-то сделать. Возникает вопрос, а почему вы не решаетесь? Вот, может быть, вы недостаточно уверены в себе. Может быть, вы в себе с чем-то сомневаетесь. Может быть, у вас комплексы. Может быть, у вас есть какое-то представление о том, как мужчина должен вести себя с вами. Он себя так не ведет, и из-за этого вы не можете, ну там, до конца расслабиться или почувствовать себя спокойно. То есть вот это все нужно вам прояснить для себя. И если образ мужского поведения есть у вас, который вас устраивает, да, то есть более решительный мужчина, более такой активный, то вникает вопрос, а почему вы тогда встречаетесь именно вот таким робким, нерешительным человеком. И вам нужно определить, либо вы его принимаете таким, как он есть, и подстраиваетесь под него, то есть адаптируетесь. Либо вы просто-напросто с ним расстаетесь. Дальше. Следующий момент. Вы спрашиваете, какие могут быть темы, что сближать. Ну вообще говоря, ближайшие темы, это те, которые могут быть интересны вам обоим. То есть, ну естественно не война, конечно, но вот что-то смежное. То есть подумайте, что как бы могло бы быть интересно вам и ему. Вот он говорит, турки и армяны воевают. Хорошо. Может быть ему интересна культура турков или культура армян. Потому что и турецкая, и армянская культура в принципе достаточно, ну, имеет место быть. Особенно турецкая. И, может быть ему интересно вот это будет. Тоже, что и вам. Только лучше уже не про войну. Понимаете, можно задавать наводящие вопросы ему. Следить за его ответами. И по ответам понимать, что интересно ему. На какие-то вопросы он будет отвечать более охотно. На какие-то вопросы он будет отвечать менее охотно. По этим индикаторам вы будете понимать, что ему интересно, а что нет. И, соотнося эти ответы со своими интересами, вы будете понимать, о чем с ним можно поговорить таком, что было бы интересно и вам, и ему. И, тем самым, у вас появится как раз таки тот шанс найти что-то общее, да. Как-то, вот, сблизиться, чтобы больше у вас было общего. Чтобы вы как раз таки смогли наконец перейти на более высокий уровень общения. Потому что душевные сближения, это когда люди чувствуют, что их что-то объединяет. А, естественно, довольно сложно представить, что может людей объединять, если один говорит про то, что другому совершенно не интересно. Также неплохо было бы для себя вам определить, а почему вы встречаетесь вообще с этим человеком. То есть, что вас в нем привлекло изначально. Речь сейчас не идет о любви, там, о чем-то таком, понятно, до этого еще не так близко. Но, нужно понимать, какая у вас мотивация общаться именно с этим человеком. Вот в чем-то он вам нравится, в чем-то он вас привлекает, вот в этом и нужно давать ему возможность себя проявлять. Это могут быть интересы, это могут быть какие-то поступки, это могут быть слова, шерпи характера, что-то еще. То есть, для начала постарайтесь определить, что вам нравится в человеке, чем он вас привлек и почему. И вот в расчете и с ориентированием на это, и старайтесь вставить в такие ситуации вас обоих, чтобы эти качества он и проявлял. И если мужчина поймет, что эти качества вас привлекают, что эти качества вас интересуют, он и будет их проявлять, и тем самым будет чувствовать себя увереннее. И вы будете также чувствовать себя более уверенно, потому что, ну, простите, мужчина будет подтверждать вам правильность вашего выбора. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.